Это прямой эфир на телеканале Freedom, меня зовут Юрий Кулинич, ну и далее говорим о том, как люди Кадырова зарабатывают на войне России против Украины. Так, приближенные к Рамзану Кадырову и чеченским силовикам наживаются на продаже зерна с временно оккупированных территорий Украины. Об этом пишет издание «Важные истории». Журналисты узнали, что на мародерстве, оставленных украинцами хозяйств в Херсонской области, и на перепродаже продовольствия зарабатывает некто Эльбек Зайев. Он входит в окружение братьев Делимхановых, приближенных к главе Чечни. В начале 2024 года во временно оккупированной Херсонской области была зарегистрирована компания «Агро-24», которая якобы занимается выращиванием зерна и оптовой торговлей. Основал ее Эльбек Зайев, брат Али Зайева, который входит в окружение чеченских силовиков и руководил отправкой военных в Украину. Установить, сколько именно эта фирма заработала на перепродаже зерна, сложно, поскольку она не публиковала финансовая отчетность. Однако, судя по тому, сколько россиян открыли сельскохозяйственные компании на временно оккупированных территориях Украины, этот так называемый бизнес привлекает многих. Об этом говорим далее. С нами на связи Джамбулат Сулейманов, руководитель чеченского движения «Единая сила». Джамбулат, приветствуем вас. В эфире телеканал «Фридом». Привет. Джамбулат, а как вы прокомментируете вот эту историю? Получается, что по сути тех, кто так или иначе задействован в так называемое СВО, по сути, в войне Российской Федерации против Украины, просто отдаются определенные вещи, ну так, на откуп. Да, в данном случае речь идет о приближенных к Рамзану Кадырову. Да, это обычная схема российских войск. Будучи в Чечне, они также пользовались этим методом. Российским войскам на откуп была отдана вся республика, и они оттуда просто, ну, мародерствовали, все свозили, и все промышленное ценное тоже вывозилось. Ну, многие армии в мире, в истории пользовались тем, что отдавали войска на самобеспечение на территорию войны. И сегодня Кадыров — это одно из подразделений российской армии. Это, конечно, сегодня порочит чеченский народ. Для чеченцев это не свойственно. Мы знаем, что чеченцы описываются во всех войнах как народ, который даже не губил дерево, не губил посевы. Но вот будучи российской армией коллаборантами, составной частью российской армии кадыровцы поступают ровно таким же образом, как и другие российские части. — Скажите, эта вся история, она непосредственно, ну как, под кремлевским кураторством? Или здесь, как бы, давайте так, семья Кадырова или его клан приближенные? Ну, грубо говоря, давайте так, возможно, сами решают, какие куски лакомые, какие не очень. — Ну, без российского кураторства, в принципе, российская армия невозможна. Значит, другое дело, что есть разные подразделения, скажем, кадыровцы одни из таких привилегированных подразделений у Путина, как и Чувака Вагна в прошлом, до мятежа. Естественно, им позволено несколько больше, чем обычным каким-то подразделениям. Ну, а так все происходит под кураторством Кремля однозначно. — Что значит им позволено больше? Ну, в каком плане? — Больше зверств, преступлений? Или просто у них есть определенный момент такого, ну, давайте правильное слово используем, ну, самоуправство, да, или как бы субъектности определенной больше, чем у других каких-то подразделений? — Да, ну, субъектность в плане инструмента наказания, да, я согласен, но не в плане политической субъектности. Потому что часто сегодня журналисты спрашивают, и им свойственно думать, что в Чечне есть какая-то политическая субъектность, что это какое-то, по сути, независимое вассальное государство, с чем я абсолютно не согласен, о чем много раз я говорил в своих интервью. Ну, в Чечне сегодня воспитана целый класс людей, которые заточены на подавлении, на подавлении, скажем, сопротивления местного населения. В Чечне долго шла, 20 лет шла партизанская война. Тогда кадыровцы пользовались спросом из-за того, что они знали местные особенности. Но за эти 20 лет борьбы с партизанским движением против российской оккупации у подразделений кадырового выработан именно опыт борьбы с подобным явлением. Поэтому кадыровцам позволено именно, скажем, на местах, на оккупированных территориях заниматься подавлением, может быть, каких-то зачаточных явлений протестных или же наведением порядка среди недисциплинированных воинских частей. Мы были свидетелем, когда кадыровцы избивали российских военнослужащих палками. Ну и какие-то другие вещи, которые исключительно им позволены, такой субъектностью они пользуются. Естественно, им позволяется, так как в Чечне функционирует институт обучения спецназа, через который пропускают многие российские набранные подразделения из всей России, естественно, этот институт требует каких-то определенных расходов. Всегда война — это дорогостоящие занятия. И мне кажется, что именно на откуп им даны территории Украины, из-за того, чтобы они могли меньше зависеть от каких-то поступлений с федерального центра и больше быть автономными в том, чтобы не прекращался поток вот этих обучаемых подразделений в Украину. — Жамбулат, а давайте далее поговорим в целом. Знаете, сейчас время от времени появляются разные истории, связанные с физическим состоянием Рамзана Кадырова. И давали информацию разные СМИ о том, как там будет происходить возможная операция под названием «приемник». Ну, вот давайте как раз с вами об этом поговорим. Начнем с того, что Рамзан Кадыров, ну, как годится, здоров и полон сил. Ну, во всяком случае, он и его пиарщики пытаются доказать именно это на фоне нестихающих в России разговоров о тяжелой болезни главы Чечни. К примеру, 8 мая помощник Кадырова Умар Даудов опубликовал видео, где его шеф толкает в грозном внедорожник весом 2,5 тонны. При этом автомобиль показан сбоку и непонятно до конца, помогает ли кто-то главе Чечни. Также в сети появилось видео, где Кадыров на так называемой инаугурации Путина пытался снять кортку, и с этой непростой задачей самостоятельно он справиться не смог. Но при этом двигался очень медленно и с трудом поднимался по лестнице. По данным издания «Новая газета Европа», в начале 2019 года главе Чечни поставили диагноз «Некроз поджелудочной железы». Шансов якобы на выздоровление у него нет. Джамбулат, а как вы относитесь к этой информации, которая время от времени появляется и говорит о том, что чуть ли не завтра стоит Кремлю искать нового чеченского так называемого лидера? Дело в том, что с Кадыровым, я уже опять-таки говорил неоднократно, с Кадыровым передержали. Нужно было его заменить вовремя. А что значит передержали, Джамбулат? Что вы имеете в виду? Уже не так просто это сделать или как? Это не просто сделать. Есть такая схема, что в Чечне с момента оккупации Кавказа и самой Чечни, это в 19 веке, в 19 веке, в Чечне было особое отношение. И никогда даже не было попыток у Кремля воспитать какой-то класс людей, который мог бы править Чечню и быть лояльным к Кремлю. Были отдельные люди, но они никогда не занимали главенствующие постов в республике. Они всегда были на второстепенных постах. И вот после проигрыша в первой войне, после позорного проигрыша в первой российско-чеченской войне, аналитические доклады говорили о том, что именно отсутствие подобного класса в Чечне стало главным фактором того, что Чечня в начале 90-х, после развала СССР, единственная республика из автономных, которая решилась на полный суверенитет. Мы понимаем, что даже автономные союзные республики, ну можно сказать, что действительно суверенную политику ввели прибалтийские страны, или прибалтийские страны, как сегодня правильно называть. Ну и Украина, начиная с 2004 года, с Майдана, также уже вступила на стезю действительно суверенной политики независимого государства. Все остальные республики, они все-таки, там была преемственность вот этой партийной номенклатуры. Мы знаем Назабаев в Казахстане, там Ислам Каримова в Узбекистане, потом Алиеву в Азербайджане и Чечня. В ней не было такого человека, который ввел бы такую политику, которая зависела бы от Кремля. Дудаев, хотя являлся генералом стратегической авиации Советского Союза, но этот человек не был включен в эту номенклатурную структуру СССР. И с этим, чтобы справиться, было решено, что нужно создать такой клан. И была сделана ставка за неимением других, потому что сам Аслан Масадов, последний президент Чечни, на тот момент, когда начиналась война, когда не удалось склонить к тому, чтобы кто-то из таких, знаю же, одиозных людей, из чеченских лидеров сопротивления, сторонников независимости, никто из них не подписался. Попытки были, помимо Аслана Масадова, были предложения Вахе Арсанову, это вице-пример. Он у них был в плену и погиб мученической смертью. То есть даже он в этой ситуации не согласился, понимая, что отказ означает смерть, он не согласился на эту роль. В итоге пришлось им эту роль как бы предложить Кадыру, который сам предлагал свои услуги. И с тех пор выставилась такая система, что Кремль был намерен именно создать в Чечне такой байский какой-то клан, который будет править из поколения в поколение, это как бы династия, которая будет верна Кремлю. На эту схему была сделана ставка, все другие как бы схемы отклонили. Но я говорил, что она нужна была только до тех пор, пока не утвердится Россия в Чечне основательно, чтобы затем заменить этот клан. Всегда так было в имперской политике, заменить его каким-нибудь российским генерал-губернатором. Именно момент замены вот этого байского режима на какого-нибудь генерал-губернатора, вот с этим моментом передержали. Путин увлекся там сирийской историей, увлекся оккупацией Крыма, им указал, что следом этого он сможет сделать вот эту замену более спокойно, тихо, без шума и безболезненно. Но события пошли несколько иначе. И вот то, что передержали кадыровский клан руководства Кремля, сегодня ситуация никак не способствует тому, чтобы заменить Кадырова на какого-нибудь генерал-губернатора. Нет таких посылок. И любая резкая схема того налаженного механизма управления в Чечне, она может привести только к дестабилизации ситуации, которая просто может выйти из-под контроля. Поэтому заменить Кадырова сегодня очень сложная задача. Нельзя туда поставить ни Дилимханову, ни Даудову, никого-либо, чтобы это не имело бы какой-то последствий за этим. Может быть не семинутные, но в любом случае это будет означать начало сбоя той схемы, на которую приложено очень много усилий. В общем, вот такая схема. Она сегодня поставила в Цунг-Цуанг Кремлевскую политику. Заменить нельзя, оставить тоже невозможно, потому что болезнь, она никого не спрашивает. Я вижу, что скрупулезно ищут решение. Но сам Кадыров тоже не намерен отдавать праздные правления. Он, как ему было обещано, он надеется, что все-таки власть достанется его семье, даже не его клану, а именно семье, когда говорят про Кадыровский клан. Я не вижу, что он готов его передать даже каким-нибудь племянникам или дальним родственникам. Он в этом, кажется, видит только своих детей. Они по возрасту готовы. Вот все вот эти, я не знаю, цирки с награждениями, с какими-то ускоренными процессами по схеме, чтобы сделать их узнаваемыми или какими-то значимыми в регионе хотя бы или в республике фигурами. Мы наблюдаем уже в течение года этот цирк или полугода. Да, представление продолжается. Совершенно верно, Джамбулат. Спасибо вам за то, что присоединились. Благодарим за то, что вышли на связь и обсудили с нами вот эту историю, которая касается, ну, по сути, как на откуп кланам, которые связаны с главой Чечни нынешним, да, ну, отдается, по сути, бизнесу на временно оккупированных территориях Украины. Благодарим. Джамбулат Сулейманов, руководитель чеченского движения «Единая сила», был с нами на прямой связи, да, и с ним мы обсуждали возможные схемы. И, как мы вот понимаем слова Джамбулата, что сейчас для Кремля есть определенная проблема смены Кадырова, поскольку время было утрачено. Но в то же время есть разные опции, есть разные мнения и версии. К примеру, по одной из них, преемником Кадырова на посту главы Чечни может стать командир чеченского добровольческого объединения спецназа «Ахмат Абте Лаудинов». Он получил звезду Героя России на войне против Украины. Об этом пишет в своем расследовании новая газета «Европа». Издание отмечает, что Лаудинову начали выводить в публичную плоскость. Он отметился на съезде «Единой России» в декабре прошлого года. Его выступление там было первым сигналом быстрого карьерного взлета. В 2024-м «Алаудинов» стал доверенным лицом Путина на так называемых выборах. А в апреле глава Кремля подписал приказ о его назначении на должность заместителя начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!